Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Человеку не ответили взаимностью, был конфетно-букерный период, дальше отношения не развились, обиды не было, было чувства любви. Через пару лет он встречает нового человека, которому говорит, что ещё помнит бывшую любовь в виде лёгкой грусти и сожаления. Что она ещё где-то в голове сидит в уголочке, но при этом это не значит, что он хочет с ней быть или что он живёт в прошлом. Скажите, сожаление о не случившемся разве не подразумевает желание быть тем человеком, по которому грустишь? Есть тут противоречия и можно ли сказать, что сердце человека в данном случае ещё не свободно? Хороший вопрос, на самом деле хороший, хороший вопрос, вот. Я постараюсь на них ответить. Значит, смотрите. Первое. Сожаление о не случившемся не подразумевает желание быть тем человеком, по которому скучаешь? Нет, не подразумевает. Не всегда. Не всегда идёт, как бы, ну, подразумевание было. Дело в том, что, к сожалению, у них случившемся это личная боль человека. Вот. Это именно, что личная боль, личное переживание, и оно существует вне зависимости от того, хочет ли, ну, человек быть с... кем-то или нет. То есть, индивидуальный опыт переживания, индивидуальный опыт, ну, вот, индивидуальный человеческий опыт не включает в себя Обязательное желание быть с кем-то. Вот. Это очень важно здесь разграничивать. Безусловно. 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 Ограничивать, ну, человека, то есть могут в той или иной степени мешать ему, мешать ему, ну, находиться, например, в отношениях, допустим, с другим человеком, например, вот с вами, ну, к примеру, к примеру, вот. Но совершенно необязательно, что есть именно желание быть с ним. Вот. И что касается второго вопроса, что касается второго вашего вопроса, означает ли это, что сердце человека не свободно, то здесь, конечно, нельзя сказать однозначно, то есть если мы исходим из того, что это стало личным опытом для, ну, для человека, которого вы описываете, то его сердце свободно. Его сердце свободно и в этом смысле оно никогда не было не свободно. Ну, для вас, например, если мы говорим именно вот о вас, то есть если вы это тот человек, который спустя какое-то время встретил того, кого вы описываете, да, и как-то вот с ним начал взаимодействовать. В то же время это говорит, на мой взгляд, о том, что вы, возможно, не уверены в себе. И что у вас есть вот некоторая тревожность, у вас есть некоторые сомнения относительно вот своей, например, ценности для мужчины. И, на мой взгляд, эта проблематика является чисто вашей, на мой взгляд, эта проблематика уже не является проблемой человека, какая-то проблематика является особенностями вашего восприятия отношений и мужчины. И это говорит о, ну, это может говорить о некоторой ревности с вашей стороны. Это может говорить о некотором таком чувстве собственничества с вашей стороны. Это может говорить о, скажем так, о некотором стремлении к тому, чтобы человек, допустим, был только вашим, чтобы мужчина принадлежал. Например, чтобы мужчина принадлежал только вам. И это может свидетельствовать о том, что вы пытаетесь вот в какой-то степени бороться с угрозой, которая, ну, рассматривается, да, которая воспринимается в контексте этой ситуации. Так же можно, пожалуй, сказать, что здесь возможен взгляд и разрез ситуации в смысле ваших ценностей. То есть в смысле того, что если вы считаете для себя, например, такую ситуацию и такие мысли, человека неприемлемыми, вот, то вы, в принципе, вольны, на мой взгляд, да, из таких отношений выходить и вы вольны в них не оставаться. Это, ну, ваше право. Это ваше право в прямом смысле этого слова. Это ваше полное право так действовать, так это воспринимать, так к этому относиться. Вы не должны в этом смысле, ну, как бы, себя заставлять, вот. Вы не должны себя в этом смысле, ну, насиловать, да, вот. И так далее. Но это только если вы вот рассматриваете данную ситуацию, если смотреть на данную ситуацию именно с точки зрения ценностей. То есть именно с ценностей стороны вопроса и не рассматривать эту позицию с точки зрения ваших, например, психологических, допустим, проблем. Что, само собой, на мой взгляд, имеет место быть. Вот, потому что вы задаете этот вопрос, вот, вы спрашиваете об этом у нас. И, в общем-то, как-то вот видно в данном случае, что вас это волнует, видно в данном случае, что, ну, что вас это тревожит. Видно, что вы, ну, в этом смысле переживаете достаточно, ну, достаточно сильно, скажем так. И, соответственно, я думаю, ну, вот, лично я думаю, что дело здесь все же именно в, ну, вашей, скажем так, психологической проблематике. И решать нужно, как мне видится, в первую очередь ее, да, и смотреть, как бы, ну, в целом смотреть на то, как вы относитесь к мужчине, да, то есть совершенно необязательно, там, чтобы вы, ну, его любили, да, совершенно необязательно, чтобы вы, чтобы вы его принимали, совершенно необязательно. чтобы вы как-то хотели обязательно с ним быть, вот, то есть это совершенно необязательно, но вам важно определиться со своей позицией. Вот, по данному вопросу вам важно определиться со своей позицией. Вот, и исходя из своей позиции уже, исходя из своей позиции, в принципе действовать. Сейчас же вы, как мне видится, да, как мне, ну, представляется, вы сейчас не можете как-то определиться, ну, как-то определиться. Значит, ну, в себе, да, не можете, да, с собой не можете определиться. Именно, и, ну, вот, пытаетесь прояснить именно, вот, по той причине, что у вас есть, ну, внутренняя, противоречия. И, собственно, это внутреннее противоречие, оно вам как раз-таки, ну, мешает. Вот, оно вам мешает, оно мешает вам понять, что же вот вам таки важно, да, что же вам таки ценно, что же вам таки, ну, какую проблему здесь вы решаете. Вот, именно вы, а не мужчина. Вот. Так я бы сказал. Вот, поэтому, надеюсь, что вам это было интересно и полезно, надеюсь, что я смог вам ответить на вопрос, который вы задаете, да, как бы, надеюсь, у меня получилось это сделать. Вот, надеюсь, вы получили пищу для размышлений. Вот, я очень надеюсь, что вы, ну, предоставите, вот, некоторую такую обратную связь, чтобы мы могли дальше оказывать вам помощь, вот, чтобы мы могли дальше вам помочь в этой ситуации, потому что, ну, понятно, что вам тяжело и понятно, что одной вам в этой ситуации справиться будет нелегко. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, не затягивайте. Вот, если, кстати, кстати говоря, если, допустим, ну, вот, мужчина считает, что у него есть проблемы, да, то есть, если, ну, вообще, если человек, вот, считает это проблемой, то есть, если он допускает, что это вот, ну, может быть проблемой, да, вот, то пусть он обратится за помощью сам, вот, то есть, пусть он ну, ну, постарается решить свою проблему, которая у него есть, да, то есть, пусть он он, так же, как и вы, обратится к психологу и разберёт то, что его беспокоит. Это будет самый эффективный способ эту ситуацию разрешить. Да, это будет самый эффективный способ вам помочь. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!